По неофициальным данным, в Сочи около двух тысяч человек попались на уловки застройщиков, которые на словах предлагали им якобы легальное жилье, но на деле люди получили лишь бетонные коробки. В большинстве случаев эти строения признаны судами незаконными и подлежащими сносу. Наше движение не собирается так вот их прямо легализовать. То есть это будет работать большая комиссия, рабочие группы при прокуратуре, при администрации. То есть там будут участвовать и архитекторы, и все люди. И, во-первых, это все будет делаться только по решению суда, то есть законным решениям. Поэтому тут как бы сейчас государство дает возможность и сделало новое изменение в законопроект для того, чтобы это было сделать возможным. В общественном движении будут идти двумя путями. Во-первых, помогать собственникам приводить их нелегально возведенные здания в соответствии с требованиями закона. Во-вторых, добиваться от застройщика возврата уплаченных ему средств, если эксперты будут настаивать на сносе. В общественном движении подчеркивают, что готовы бесплатно помогать обманутым покупателям. Лишь в тех домах, которые были возведены до изменений в строительном законодательстве. Напомню, они вступили в силу в начале августа этого года.